15 декабря состоится встреча Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Переговоры пройдут в формате видеоконференции и подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского стратегического партнерства в 2021 году. Огромным достижением стало продление договора о российско-китайской дружбе, так называемый договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ну вот данный договор был продлен еще на 5 лет. Такая формулировка свидетельствует, что сотрудничество прогрессивно развивается по всем направлениям. И военно-политическое сотрудничество, и экономическое сотрудничество, и культурное. То есть это не выборочный какой-то аспект взаимодействия, а это комплексное, всеобщное, всеобъемлющее взаимодействие. За последнее время очень мощная и сильная программа в области нефти и газа. Мы знаем, что функционирует нефтепровод и газопровод «Сила Сибири». Это огромное, огромное проектное решение. Далее мы говорим о том, что сегодня огромное значение имеет развитие логистики, транспортной инфраструктуры. И мы вот знаем, что сейчас через наш город, через Казань, строится мощная автотрасса, которая свяжет западную часть Европы с Китаем. И это тоже огромное достижение с точки зрения, еще раз говорю, сотрудничества. Союз крупнейших держав России и Китая оказывает сильное влияние на мировую политику. По мнению политолога Романа Пеньковцева, обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам в ходе встречи глав государств может повлиять на дальнейшее решение Запада. Это два ядерных государства, об этом нужно помнить. Оба этих государства входит в Совет Безопасности ООН. И вот на фоне того, как Западный мир вводит международное сообщество в состояние турбулентности, то есть раскачивает различным способом арабские 18-е революции, Россия и Китай, они, напротив, поступательно пытаются сохранить те принципы международного сотрудничества, которые были заложены после Второй мировой войны, сохранить устав ООН, ну и то, что мы называем Ялтинско-Потздамские принципы. Вот, собственно говоря, за счет этого и видится стабилизация того международного хаоса, международной разберихи, которая сегодня происходит. Предыдущая встреча лидеров также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания Российско-Китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ариадна Кугушева, Универньюз.